Мне написал мой знакомый Николай Каламура и сообщил, что разрушен дворец, где переговоры, Кудан-Кайкан. И он построил все, что бывает. Американцы не могли разбомбить его. И там всегда мы проводили такие травы и церемонии по памяти японских. Я случайно прожил под посольство Японии. И вышли спросить, может, если кто-то обладает информацией о счетах. А вы это писатель не писатель? Нет, не писатель. Или это просто ваша помощь? Конечно. Потому что я считаю, что с миру по нитке будем нуждать помощь. Только сегодня по новостям в каком-то месте пострадавшие люди получили зелизы только по помидору и огурцу. Значит, что не хватает. У меня друг рассказывал, что он хотел поехать в Осаку. Это три часа езды от Токио. Но очень много людей сейчас едут из Токио в Осаку. Перебои с транспортом. И поэтому он отказался от этого и решил дома остаться. Вообще, я всю жизнь сломала. У меня просто были в центре. Друзья все нравятся. У меня в Токио друзья. У меня в Айваке, все это для меня ухо в общем-то не так просто. А жила в Семидан. А что-то известно о них? Что они? Все живы. Они живы в Семидан. Они в больнице? Нет, они все живы, здоровы просто. Здоровы там на площади. Я просто там жила. Очень, 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 очень жила. Есть знакомый. И вот сейчас он в порядке. То есть он поел, попил, отдохнул. Но он не может вернуться в квартиру. То есть возвращаться ему пока некуда. Они все сидят как на бомбе из-за того, что из-за ядерных реакторов, из-за опасности взрыва. Ну и уезжать пока вроде бы никто не собирается. У некоторых нет возможности, у некоторых нет пока желания, потому что билеты дорогие. Ну вообще все, с кем я разговаривала, мы все верим в то, что японцы оклемаются. Просто нужно будет очень много времени. Вдруг сказал, что дозированная выдача воды и еды, но при этом никто не мародерствует. Вообще нет случаев мародерств, нет случаев воровства. Магазины, в которых выдают еду, они забиты едой до отвала, но они не знают, насколько дальше, как дальше будет развиваться ситуация. Поэтому просто вешают бумажку на дверь, закрыто. И это людей останавливает. То есть никто не берет магазины штурмом, никто не вламывается, не нужно ставить охрану. То есть случаев мародерства вообще нет.